Настоятель Киево-Печерской Лавры, отец Павел Мерседес, отказался выезжать из храмовых построек. Я его понимаю. Вообще не хочется выезжать из Лавры. Так здесь классно, привыкли здесь, как в своем доме жили. Настолько все душевно, по-домашнему. Это не говоря уже про имидж, статус и доходную часть проекта. Но выезжать придется и 29 марта, последний день. Министерство культуры разрывает договор и московские батюшки должны покинуть все помещения комплекса. С опозданием лет на 30. В связи с этим Павел Мерседес собрал боевой актив и двинул спич. Я разбил его на тезисы. Тезис номер один. Сейчас не 1917 год. Есть культура, законы и прихожане. Это очень интересный тезис, товарищ Павел. Но ведь тогда была обратно противоположная ситуация. В 1917 году безбожники выгоняли из храмов настоящих священников. Сейчас из лавры выгоняют безбожников, которые служат хрестоматийному каноничному антихристу-старцу Кабаеву. Тезис номер два. Мы еще не начинали молиться так усердно, чтобы Господь продемонстрировал чудо. Но видимо пора, говорит Павел и обращается к пастве усилить молитвы. Понятное дело, что это угроза чудом. Ну, не знаю. Единственное чудо, которое я видел в исполнении отца Павла, это разворот через двойную осевую в центре Киева и явление нового С-класса в личном пользовании настоятеля. Нет, я не против богатства. Проблема в том, что христианство, которое проповедует отец Павел, говорит о том, что собирайте свое богатство на небесах, а не в гаражах. Доброго вечера. Мы из Украины. Выдавайтесь в проект «Украина в огни». На этом месте ставим лайки и перепосты. И не забываем про комментарии. Это важно. Каждый ваш перепост – это баражирующий боеприпас, который идентифицирует Одичалова и наносит по нему эффективный информационно-интеллектуальный удар. Итоги подведем. Отец Павел собирает актив и угрожает властям неповиновением. Еще он намекает, что поднимутся сотни тысяч прихожан МПЦ и встанут на защиту Мерседеса и другого имущества. Не знаю, как для властей, но для меня телепортация Павла Мерседеса в район Бортничанской станции Аэрации – это символ очищения и освобождения страны от одной из главных московских скреп. И власти обязаны довести дело до конца. Желательно без смертоубийства. Ограничившись ласковым выносом Павла и его Мерседеса за пределы Киево-Печерской лавры. Отцу Павлу я хотел бы напомнить главный постулат московского православия – «Вся власть от Бога». Поэтому, если тебе что-то указывают власти, безропотно и благодарно собираешь свои лажки, золотую миску для подаяний и двигаешься в сторону Ростова. Не зарастет туда коррупционная тропа. И еще. Храм Божий не из камня и гліни, а из ребер твоих. Откуда выгнать нельзя. Чем все закончится? Долго говорили конспирологи и свидетелей цифрового знака сатаны 666 сбылось. Ну почти. Итак, военный комиссар Харьковского областного территориального центра комплектации ТЦК Владимир Араб заявил журналистам, что реестр Обе-Рих с базой мужчин от 18 до 60 лет скоро может быть передан в ДИЮ. По его словам, в Украине следует ожидать цифровых повесток. Через три часа Минцифры опровергла это смелое предположение. Но мне было бы интересно узнать, сколько сотен тысяч мужчин призывного возраста к вечеру удалит приложение навсегда. Потому что, несмотря на опровержение, сам алгоритм выглядит абсолютно работоспособным и невероятно привлекательным для государства. После передачи сформированных баз данных останется только проголосовать закон про цифровые повестки в парламенте. Разумеется, это вам не цифровая растаможка автомобилей. Здесь голоса найдутся сразу, вообще без каких-то проблем. А для тех, кто в виртуальной бронетехнике, еще раз повторяю, на данный момент Минцифры опровергает цифровые повестки через ДИЮ. Теперь небольшое объявление. Вы все прекрасно знаете о том, что мы сделали новые бейсболки. Вы голосовали в Телеграме, какие бейсболки вам понравились. Теперь эти самые бейсболки вы можете у нас заказать. В описании вы видите ссылку на Монобанку. Когда вы будете заказывать себе бейсболку и перечислять деньги за эту самую бейсболку, обязательно укажите, вам нужен темный наш логотип, либо светлый. Все шапки будут черного цвета, потому что на голосовании оказалось, что черный на данный момент это самый популярный цвет. А вот по поводу логотипа в мнении разделили. 65% проголосовало за темный смайлик, а где-то процентов 30% за светлый. У вас есть право выбора. Но у меня к вам огромная просьба. Внимательно прочитайте, что написано в описании. Как правильно заказать бейсболку, потому что мы очень часто так долго занимаемся менеджментом и отсылкой этого всего, что выходим сами на себя. А теперь продолжаем наш сюжет. Я знаю, что большинство из вас уже не помнит, из-за чего обиделись на Оскар вчера. Но я хотел бы коротко это с вами обсудить. Во-первых, 99% из вас не смотрело документальный фильм «Навальный» и это нормально. У нас тут не до просмотра фильмов о российской оппозиции, которая все проиграла и либо была уничтожена, либо бежала, либо получила тюремные сроки. Во-вторых, фильм снимался не для нас и не для России. Внутри лаптиканды и на ее границах проблематику все прекрасно понимают. Мы все и так жили в документальном фильме с элементами триллера. А сейчас просто на войне. В-третьих, фильм снял канадский режиссер Дэниэль Ройер, а не Михалков, Кончаловский или, не дай бог, Федор Бондарчук. Награду получили нерусские документалисты за великое русское документальное кино. Награду получил канадец и западные киностудии. О чем фильм? Кто и зачем снимал и какого он качества? Снимал Запад. Показать, что творится за кулисами Лебединого озера. Сняли хорошее кино. Фильм охватывает год жизни Навального с момента его отравления, выхода из комы и до ареста при прилете в Россию. Итак, нужный фильм в нужное время и в нужном месте. Хорошее кино получает Оскара, плохой Путин получает Вантусом по губам. Или вы реально думаете, что он счастлив от того, что рядом с ненавистной фамилией маячит статуэтка Оскара и весь мир 24 часа обсуждает политзаключенного номер один в России? Я вот уверен, что в бункере очень долго бросались яйцами Фаберже по телевизору с диагональю в 325 дюймов. Наверняка именно из-за фильма Навальный Зеленский не получил слова на вручении. Ну, это реально был бы конфуз. Потому что вот Зеленский, вот Украина, а вот фильм о Навальном, который получает Оскара. Ну и конечно же, уж наша оппозиция постаралась бы рассказать, что именно Зеленский вручал статуэтку Оскар за этот фильм. Я бы на месте оппозиции именно так бы и делал, потому что, ну, такая у них работа. А теперь о главном. Не все в мире считают Путина преступником. Многие считают, что Украина мятежная территория, где угнетают этнических русских. И мы никогда не убедим всех. Этого не произошло даже с Гитлером. Это мы считаем его главным злодеем планеты. Но в свое время Южная Америка и особенно Аргентина стала мысом последней надежды для нацистов. Тысячи и даже десятки тысяч военных преступников бежали по маршруту Инсбрук, переход через Альпы, Рим и прямой рез по морю в Южную Америку. Этот маршрут еще называли монастырским. В расследованиях немецких журналистов четко указано, военные преступники нередко скрывались за церковными стенами в течение нескольких лет, собирая деньги для побега за границу. Им 100% помогал Ватикан. Но принимала Аргентина. Немцы привозили деньги, технологии, навыки и умения. Аргентинским властям было все равно, что этот немец доставлял емкости с газом для концлагерей. Зато он хорошо разбирается в логистике и пунктуален. И это я уже не вспоминаю про доктора Менгеле, который проводил бесчеловечные эксперименты над узниками концлагерей. Но ведь хороший хирург. И я ни на секунду не сомневаюсь, что когда лаптиканда начнет идти в разнос, крысиные тропы приведут многих россиян в страны Африки или на восток. Ведь у них хорошие логисты, врачи и инженеры. И нам уже сейчас пора создавать свой центр Симона Визенталя для поиска военных преступников по всему миру. А с Оскаром все просто. Нужно просто снять, если не гениальное, то хорошее кино, которое заинтересует американского зрителя. Хотите получить Шевченковскую премию? Снимите кино, которое заинтересует украинскую. Желательно, чтобы люди не гуглили, а что это за фильм, который наградили в этот раз. Но этот сюжет мы закончим новостями от нашей внепарламентской партии с Ракопу, свидетелей рака Путина. Март – трагичный месяц для российских диктаторов и царей. Обычно в этом месяце они переезжают из Кремля в вечную мерзлоту. И пока нет новостей от врачей-предсказателей и от западных разведок, нам на помощь пришел украинский астролог Влад Рос. По расчетам Влада, Марс войдет в дом смерти старика Кабаева со второй половины мая до июня. Вторжение Марса поддержит Черная Луна, которая славится репутацией отравительницы. По мнению астролога, агония диктатора может начаться еще раньше, а именно сразу после Пасхи, то есть либо 9 апреля, либо 16-го. К сожалению, НАСА пока не подтверждает резких изменений траектории Марса и повышенной токсичности Черной Луны. Но, как любил говаривать Шекспир, есть многое в природе друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. На этом и все. Выдавился проект «Украина в огне». Памятайте про то, что империю будет сруйнована. Слава Украине! Продолжение следует...